Бронза досталась МИАСу. Боксеры из города в Золотой долине успешно выступили на 13-й областной спартакиаде Олимпийские надежды Южного Урала, которая приходила в Магнитогорске. Состав участников был очень сильным, так как на ринг выходили только сильнейшие спортсмены в своих весовых категориях. Наши боксеры заняли третье общекомандное место, а в личном зачете некоторым МИАСам не было равных. Давлад Орлов в этом году занял первое место в первенстве города по боксу в категории 66 килограммов и получил путевку на областную спартакиаду. Там он тоже стал лучшим в своей категории. Победа далась, как получается, легко. Я в двух боях. Я провел два боя. Все бои закончил досрочно. Тренер из детско-юношеской спортивной школы номер 2 Сергей Собинов доволен результатом выступления не только Давлада, но и сборной МИАСа в целом. Три золота в личных зачетах и общекомандное третье место. Это победа для МИАСа. Кроме Давлада Орлова победителями в своих весовых категориях стали Алексей Надеждин и Александр Сечко. Бронзу взяли Эльджан Гусейнов, Артем Маркосян, Иван Ерхов и Алексей Тарелкин. Вместе с ребятами успех разделяют их тренеры Игорь Ларцов, Игорь Иваньков, Виктор Лячин и сам Сергей Собинов. Мы обошли такой город-миллионник, как Челябинск, столицу нашего Южного Урала. Обошли по всем показателям. Мы обошли такой боксерский город, как Копейск. Чуть-чуть уступили магнитогорцам, златоустовцам, при том, что по золотым медалям мы не уступили никому. Во многих весовых категориях конкуренция была очень серьезной, отметил Сергей Собинов. И миасцы выступили хорошо. Только боксеры из златоуста сравнялись с ними по количеству личных золотых медалей. Больше такой результат не повторил никто. Эта спартакиада, проводимая раз в два года, воспитывает командный дух. Ребята думают не только о личной победе. Они болеют за всех, кто с ними приехал. На следующей спартакиаде наши боксеры планируют улучшить нынешний результат.